Если хочешь воспитать ребенка, сначала воспитай себя. Это девиз семьи Васильевых из Чбаксар. Они воспитывают семерых детей. Глава семейства Владимир занимается каратэ уже более 45 лет. Он первый в Чувашии получил черный пояс. Васильев Владимир Пименович, 58 лет. Обладатель черного пояса по каратэ, 5-й дан. Президент клуба «Сетакан» каратэ до 3 единства. Спортсмен, тренер по каратэ, судья. Мечта, чтобы семья была счастлива. Владимир Пименович – пример для подражания своим детям, который не просто увлекается каратэ, но и всерьез занимается этим видом спорта. Я считаю, что раз я в этом деле чего-то достиг и понимаю, значит, я могу в этом деле и дать своим детям. Дальше они сами уже повзрослее станут, насколько им нужно. А пока до уровня черного пояса, например, это вполне реально достигнуть. А это тоже пот и труд. Мама семейства Ирина тоже занимается каратэ. Она обладательница черного пояса, неоднократный серебряный призер чемпионата России по каратэ. Васильева Ирина Юрьевна, 40 лет. Увлечение, спорт, обладательница черного пояса по каратэ, 1-й дан. Видеомонтаж, рисование, пение. По профессии ведущий специалист банка. Мечта, чтобы семья была жива, здорова и счастлива. Тренировок по каратэ в жизни Ирины очень много. Но одна из них осталась в памяти на всю жизнь. Ведь именно там она и встретила свою любовь. Мне всегда хотелось заниматься восточными единоборствами. И мой братик начал заниматься в каратэ. И я вот с ним пошла вместе заниматься. И там я встретила Владимира Пименовича. И вот он был мой тренер, теперь муж. И вот мы всю жизнь теперь с того момента вместе. И вместе занимаемся каратэ. Всей семьей и дети наши теперь все занимаются каратэ. И маленький Тольчика даже ходит на тренировки. Я вот начала заниматься, получается, 18 лет. И всю жизнь занимаюсь тоже каратэ. Но с перерывами на беременности, роды. Расскажите, пожалуйста, о детях. О каждом поподробнее. Со старшего можно начать и вот про каждого. Старший Никон у нас. Васильев Никон, 19 лет. Влечение, спорт. Обладатель черного пояса по каратэ, первый дан. Здоровый образ жизни, рисование, шахматы, политика. Студент второго курса ЧГУ имени Ульянова в факультете журналистики. Планы получить высшее образование. Я очень легко нахожу язык со всеми. Я очень коммуникабелен. Легко перестраиваюсь. Ну, то есть я могу общаться с человеком на разные темы. То есть как семья большая, у всех разные интересы. И каждый интерес ты по-своему понимаешь. И с ним находишь общий язык. Чемпион России неоднократный. Чемпион Чувашии неоднократный по каратэ тоже. Он еще у нас увлекается политикой. Сейчас вот вступил в молодую гвардию в ЧГУ тоже. Недавно вот они, например, отгружали гуманитарный конвой. Ну и с ВОО он помогал. Всем он тоже рисует. Закончил школу искусств. Потом он у нас увлекается шахматами. У нас все в семье с шахматами тоже играют шашки, шахматы. Мы тоже с мужем играем в шахматы, в шашки. И детям тоже. Вообще мы с мужем считаем, что каратэ, спорт – это для тела, для здоровья. А рисование – это для творчества. То есть у нас все дети тоже занимаются рисованием. А шахматы – это для ума, для развития ума. Чтобы дети развивались всесторонне и были многогранными личностями. А потом уже каждый для себя выбирает увлечение. Да, дополнительно уже. Но они увлекаются и сейчас вот и видеомонтаж, и современный, и IT, и технологии программирования. Все это дополнительно они тоже увлекаются этим всем. Потом у нас Верочка, дочка старшая. Васильева Вера, 17 лет. Увлечение – рисование, обладательница фиолетового пояса по каратэ, шахматы. Учится в 11 классе. Планы – закончить школу с золотой медалью и поступить в университет. Она у нас отличница. Тоже закончила художественную школу. И ходит на рисование в кружок тоже. Она у нас очень хорошо рисует, рисует портреты. Многие у нас родственники просят ее нарисовать портрет на день рождения, в подарок. В садике у нас воспитательница проводила вот эти вот уроки рисования. Мне тогда уже нравилось рисовать. Я ей показывала рисунки, она говорила, ой, как красиво, сейчас повесим на стенку там. Но помимо этого, в школе, да, с первого класса у нас, в общем, всем классом мы ходили на рисование, всем классом ходили на танцы, всем классом ходили на оригами. Вот, и родителям это понравилось, и они также стали продвигать это в последующем. То есть и второй, и третий, и четвертый класс. И всю, короче, школу я хожу на рисование. Я даже поступила в школу искусств и окончила школу искусств вместе со старшим братом, с Никами. Мы закончили вместе. У меня там красный диплом. Вася у нас заканчивает девятый класс в этом году. Он у нас тоже спортсмен, каратист. Васильев Василий, 15 лет. Увлечением. Каратэ. Обладатель коричневого пояса по каратэ, шахматы, рисования, футбол, баскетбол, волейбол. Учится в девятом классе. Планы закончить успешно девятый класс, сдать ОГЭ и поступить в десятый класс. Он у нас неоднократный чемпион Чувашии и бронзовый призер чемпионата России по каратэ. Также он у нас увлекается футболом. С Васей постоянно играли в футбол в детстве. То есть это всегда было весело. Мы всегда выходили. Он приходил, он стоял там у такой, у ворот такой. Ну, я посмотрю, пожалуй, как вы играете. Меня можете не звать, не обязательно, но я постою здесь. Я такой, давай, давай, давай. Брал его, и он тоже начал играть. Так он со всеми ребятами, ну, в районе познакомился. Ну да, когда я с ним гулял, вот-вот с его друзьями мы играли все время в футбол. Ну и вот, привилась. Потом, значит, у нас дочка Софишка. Васильева София, 10 лет. Увлечения. Обладательница желтого пояса по каратэ, рисования, танцы, шахматы. Учится в третьем классе. Планы стать круглой отличницей. Мне очень нравится заниматься, плести из бусинок. Это я сделала вчера. Когда я вырос, я хочу стать, ну, кто обустраивает комнату, мебель дизайнером. Потому что мне очень нравится, типа, всякое составить, все новое. Обустраивать все это очень нравится. Каратэ у нее уже желтый пояс. Они в прошлом году с Тихоном сдали и получили желтый пояса. Восьмой кюм. Тихончик у нас во втором классе. Ему восемь лет. Он тоже у нас отличник. Васильев Тихон, восемь лет. Увлечением. Имеет желтый пояс по каратэ, играет в шахматы и футбол, рисует. Учится во втором классе. Планы начать выступать на соревнованиях по каратэ. Побеждать на шахматных турнирах. Мне нравится быть в многодетной семье, потому что есть с кем всегда поиграть. В шахматы обычно играем, иногда в шашки. Потом мельчик. Васильев Нил, пять лет. Увлечение каратэ. Имеет белый пояс по каратэ. Шахматы, рисование. Мечта, большая машинка на пульте управления. Еще он любит, конечно, конструктор. Они вместе с Толичкой вместе играют, строят в конструкторе машинки. Автоматики, играют танки и большие башни. А что тебе еще нравится с братьями Сашкина делать? Не знаю. Спасибо. Мне нравится еще там играть в шашки и шашки. Когда вырастешь, кем хочешь стать? Там. Оплачиваем. Оплачиваем. Толичке у нас один год и 11 месяцев. Он у нас замечательный малыш. Тоже занимается каратэ. Вместе посещает тренировки. Он уже и удары, и ногами, и руками пытается. И играет. Основной у него игрушки, конечно, конструктор и машинки. Васильев Анатолий. Один год 11 месяцев. Занимается каратэ и собирает конструктор. А по характеру они разные или схожи от характера? Они вроде и похожи, как капельки воды, но и разные тоже. И по характеру тоже. Кто-то поспокойнее, кто-то наоборот. Но еще, конечно, от возраста зависит. Вася, например, у нас спокойный. Говорили, Вася спокойный, как танк. Нига у нас более такой живой, амбициозный. Вот, Вера у нас... Ну, девочки, они, конечно, поспокойнее чуть. А мальчики, Тихон у нас чуть поспокойнее, да. А Нилуша тоже. А Толечка сейчас пока он как у нас, как ураган. Смотри, как сошь. Толечка, не трогай, Толечка. Сладенький трогать нельзя. Давай, пешечку поставим. Толя, нельзя? Ба! Я, наверное, строгая мама. С одной стороны. Но с другой стороны, сейчас, наверное, чем больше детей становится, вот, как бы, получается, я тоже совершенствуюсь и уже, наверное, более мягко становлюсь, естественно. И на многое смотришь по-другому. А на что, например? Какие вещи для вас стали по-другому? Ну, если раньше в молодости, например, такие вещи, там, бардак детский постоянно, игрушки раскиданы, постоянно хотелось собрать все это. Сейчас смотрю. Чтобы детям весело было, чтобы они играли. И поэтому там какие-то игрушки, где валяются, это уже нормой становится иногда. Ну, конечно, вечером всегда мы игрушки собираем. Но уже не так строго, конечно, относишься ко всему. Ну, там сложно, наверное, будет, пока задние игрушки выберешь, второй там начнет играть. Ну, да, у нас постоянно. Тем более малышки. Нильчик ему 5 лет. А Толичке 2 года будет в январе. Они его, да, постоянно все раскидывают. А как ты относился к новому члену семьи, кажется? В начале было необычно. Это что за человек, что он здесь делает. А потом ты начинаешь с ним играть, привыкаешь. Иногда путал имена в начале. А потом привык и уже со всеми дружу, играю, понимаю. Бывали случаи, когда кто-то нахально ввел с ними. Они в связи с тем, что они всегда могли за себя постоять. Я как старший брал на себя ответственность и отстаивал честь и достоинство своей семьи, получалось. Бывает, мы в роддом не съездим, они сами приедут, положат вот так вот. И это вот это маленькое орет. Ну, там я, получается, помню и Софию, и Тихона, и Нила, и Толика. Ну, это мило, наверное. Если это можно назвать мило. Ну, они, правда, только спали, ели и все, и орали. Есть, наверное, в этом что-то прикольное. В прошлом году нам, как многодетной семье, семью и более детьми, дали квартиру. И квартира у нас сейчас большая, и зал позволяет заниматься. Мы даже дома тренировки устраиваем. Каждый день папа занимается с малышками, ну, и со старшими тоже. Каждый день мы тренируемся. Кратэ. Кратэ. Я вначале не понимал. Честно, лет шесть меня туда направили, я туда выходил, там что-то делал. Я такой, да. А потом, вот где-то в 13-14 тебе приходит осознание, что человек за счет единоборств формирует свой волевой стержень, характер, силу духа, силу физическую. И планомерно через каждую тренировку он самореализует себя и делает себя с каждым разом сильнее. Я понял, что каратэ – это не просто какая-то вещь, которая вот занимался, все, вышел из сферы, а она всегда идет с тобой. Каратэ – это как неотъемлемая часть меня уже стала. То есть это как путь, который я должен идти. Я хочу заниматься программированием, а там постоянно сидишь, постоянно за компьютером. Ну, очень важно поддерживать здоровый образ жизни. Это самый первый спорт. Каратэ – это больше какое-то семейное увлечение. Не знаю, нашла бы я себя без папы в этом. А так вот есть папа, он нас всегда тренирует, всегда подскажет. Расскажите, пожалуйста, какие у вас еще семейные традиции есть, помимо занятий каратэ? Мы всегда празднуем день рождения и большие праздники. День рождения членов семьи всех. И у нас праздник. Мы устраиваем такой большой праздник, приглашаем родных, близких, друзей. Особенностью является то, что у нас на праздник, вот день рождения ребенка, например, и именинник получает подарок, но он побольше, и все детки получают подарок. И поэтому у нас дети все ждут любой день рождения, потому что, значит, он получит подарок тоже. И будет большой праздник. Только разориться можно на каждого ребенка. Ну да, но с точки зрения просто для детей праздник хочется устроить. А у нас, тем более, день рождения почти каждый месяц. Через месяц, ну почти ровно-ровно через месяц. И поэтому дети ждут каждый месяц праздник. Что-то еще может быть из традиции? Традиция еще вот, когда у нас рождается ребеночек, малыш, мы каждый месяц, получается, как празднуем его рождение до годика. И когда год исполняется, там уже каждый год. Потом традиция уже вот каратэ наше семейное, это семейное увлечение, спорт. Семейные ужины. Каждый день семейный ужин. И с разговорами дети рассказывают о том, как они провели день, что у них нового, интересного там было. И делятся какими-то своими впечатлениями. Или там просят совета. А вы всегда хотели быть многодетной мамой? Или так получилось? Я вообще мечтала, по сути, о семье своей, о детях, о большой семье. Но и так получилось. И я очень благодарна Богу и рада, что у нас так все получилось. Что у нас столько детей. Потому что каждый ребенок – это счастье. И чем больше детей, тем больше счастья. А вы говорите, вы всегда мечтали о большой семье. Было у вас, может быть, такое представление, сколько детей вы хотите? Или просто хотели большую дружную семью? Сколько? Нет, я не думала об этом. Просто хотела большую дружную семью. Ну, сначала у нас, например, когда рождались детки, естественно, я не думала, что будет семь детей. Но с каждым ребенком все радостнее, радостнее. Слава Богу, что все так. Не тяжело, когда у вас семь деток? Нет, с точки зрения тяжело, бывают всякие трудности. Но оно не тяжело, оно в радости, это тяжесть. Это ноша, так скажем. Своя ноша, говорят, не тянет. Поэтому это все радость. Все стараешься, делаешь для детей, для семьи. Это большая радость и счастье. А в чем трудности возникают? Ну, трудности возникают. Ну, у многих многодетных семей, я думаю, основная, как его трудность, это жилплощадь, квартира. То есть там вот... А нам, получается, вот в прошлом году дали, как многодетной семье, семью и более детьми, квартиру. И поэтому у нас этот вопрос решился. Это была главная мечта наша, чтобы у нас была побольше квартира. Сейчас у нас большая квартира, и мы поэтому очень счастливы. Дети в восторге, радуются. И мы тоже счастливы. Когда дети счастливы, мы тоже счастливы. И вот насчет интересного момента. Когда нам дали вот эту квартиру, нашему Тулечке был как раз тогда 9 месяцев. И он еще не ходил у нас. В той квартире у нас, ну, естественно, поменьше квартиры. И там он ползал у нас. А когда сюда пришел, здесь, значит, держаться не за что. Пространство такое большое. И он у нас начал ходить в 9 месяцев. То есть обычно это очень рано для детей. Дети обычно в годик начинают ходить. Ну, там в 11-12 месяцев. А Тулечка у нас начал с 9 бегать. Как новая квартира хорошо повлияла. Да. Дети, конечно, очень рады, что у нас такая квартира большая. Сейчас не лучше как раз последний раз. На день рождения подарили самокат. И он на самокате теперь катается по всей квартире, как на улице. Раньше вот в квартире мы в другой жили. Там мы кушали по очереди, занимались по очереди. А здесь мы все вместе кушаем. У нас большая кухня. Дети помогают по хозяйству, по дому? Да, помогают. Дети, конечно, у нас особенно старшие. Они большие помощники. Потому что у младших деток помогают следить, заботятся о них. У всех свои обязанности трудовые, так скажем. Например, у нас девочки, они у нас полы моют, пылесосят. Мальчики помогают, мусор выкидывают, помогают передвигать что-то там. Вася у нас заботится о младших, помогает Толечку смотреть. Вот сейчас Толечка маленький. Вася с Толечкой, они особенно близки, потому что Вася его смотрит. Мы все вместе готовим. И Никон, и Вася, и Вера. София с Тихоном смотрят малышков, когда мы кушать готовим большие праздники. Потом мы всей семьей вместе любим гулять, рисовать, в шахматы играть. Для них главное проводить как можно больше времени с семьей. Они все делают вместе, как единое целое. Кроме того, семья активно участвует в различных конкурсах. Супруги Васильевой награждены медалью Ордена Родительской Славы. Ирина Юрьевна удостоена знака материнской славы «Ане». В 2020 году они стали семьей года в номинации «Спортивная семья». А в 2021-м попали в Книгу рекордов достижений многодетных семей России. Папа у нас, Владимир Пимирович, участвовал в республиканских конкурсах «Папа года». И неоднократно становился папой года 2020-2021. Также папа у нас участвовал в республиканском конкурсе вместе с детьми. Называется «Научился у папы» и завоевал второе место. Потом мы всей семьей участвуем во многих республиканских, всероссийских конкурсах. Сейчас мы участвуем в данный момент во всероссийском конкурсе. Это у нас семейные, которые анонсировал президент нашей России Владимир Владимирович Путин. Это очень интересно, увлекательно, когда всей семьей выполняешь задания, то есть это исплачивает. И вообще вот участие в конкурсах, оно объединяет, оно дает как бы толчок, оно помогает совершенствоваться во многих вещах, потому что конкурсы разнообразные, тоже было очень интересно. Детям, главное, было интересно и весело. Как вы думаете, в чем секрет или некая формула счастливого детства? Счастливого детства? Я думаю, это любящие родители, любящий папа, любящая маму. Большой и уютный дом, теплый. И, конечно, это любовь. Дети потому что чувствуют. То есть вот их, когда и воспитываешь, когда даже что-то вот объясняешь или ругаешь с любовью, ребенок воспринимает это, не обижается, а воспринимает именно правильно, понимает. То есть тем самым происходит как раз-таки воспитание, когда человек чувствует любовь, он тянется к нему. Поэтому мы стараемся воспитывать именно с любовью. И в семье, наверное, вот самое главное – это и есть любовь. А главное в жизни – семья. Родителям дать любовь, а чтобы они были именно в любви, в любви в семье к своим братьям, сестрам и ко всем остальным. А в любви уже и есть счастье. Здесь я абсолютно счастлив, потому что я всегда могу получить поддержку. Я всегда могу оказаться в нужный момент. То есть я всегда могу кому-то помочь. Когда ты помогаешь людям, ты тоже становишься счастливее. Ты всегда можешь себя реализовать через родственников и помочь родственникам реализоваться. Ну и семья – это очень важно. Чем лучше семья, тем будет лучше государство. Ну так, все взаимосвязано, считай, все переплетено здесь. Да, этими сестрами круто. Классно это, когда у тебя есть и младший контингент, и старший контингент. То есть есть на своей волне, есть как бы с младшими. Их какие-то новшества перенять. Они все равно чуть-чуть по-другому там думают, играют. Но пока он вообще ничем не занимается здесь, просто учится. Всегда. Жесть. Садись. Жаль, что я вижу, что ты взходи. Садись. А-да. А-да. Что ты, каратист, конечно. Сюда. Классно у нас получилось? Да, классно, очень получилось. Повтори, пожалуйста, так тоже. Когда я выживу, я хочу стать оператором и снимать свою тему. Да. Повтори, пожалуйста. Я когда хочу выжить. Когда я хочу выжить. Повтори, 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 я хочу выжить. Продолжение следует...